Российская фигуристка, ученица Академии Ангела Плющенко Софья Муравьева исполнила произвольную программу на чемпионате России. После короткой программы Муравьева шла третьей, она набрала более 80 баллов. Однако вначале она была на втором месте, но потом произошел пересчет баллов и скандально ее переместили на третье. Это вызвало бурю эмоций в Ангелах Плющенко. Яна Рудковская давала многочисленные комментарии. Но вот наступил второй день, время исполнения произвольных программ. В начале произвольной программы в Великий Гэтсби Муравьева приземлила тройной аксель с двойным тулупом. Второй тройной аксель вышел в степ-аут. После этого фигуристка сделала тройной Риттбергер и двойной аксель. В второй половине у спортсменки шли каскад из тройного лутца и тройного тулупа, каскад из тройного флипа и тройного сальха через ойлер и сольный тройный лутц. Судьи оценили прокат ученицы Плющенко в 149 и 44 балла. Общая сумма баллов 230 и 31. По итогу Софья Муравьева заняла седьмое итоговое место. Было видно, с каким напряжением Евгений Плющенко наблюдал за выступлением Софьи Муравьевой после скандального дня коротких программ. Очевидно, что ему хотелось доказать несправедливый, по его мнению, пересчет баллов. Однако Анна Щербакова, хоть и находится сейчас не в лучшей форме, она допустила ошибку на четвером прыжке. Но все же свое место в сборной она отстояла и заняла третье место среди взрослых. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала выступление на чемпионате России. Интервью у нее брала олимпийская чемпионка Алина Загитова. «Ань, ты настоящий боец, уже зарекомендовала себя так. Как после неудачного флипа собраться дальше? Сейчас можно просто выдохнуть, что соревнования закончились, груз с плеч упал. Но я просто теперь понимаю, над чем мне нужно больше работать, чтобы в следующих прокатах я была довольна», сказал Щербакова в эфире Первого канала. Фигуристки Камила Валиева, Александр Трус, Ваделия Петросян и тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала также прокомментировали итоги чемпионата России. Загитова «Это было феерично. У меня закончили все слова. Камила, как ощущение стать чемпионкой России?» Валиева «Я очень рада, что откатал две программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Я старался максимально выкладываться, и это дало результат». Загитова «Саш, а твой бомбезный прокат. Я перестала считать, сколько было четверных». Трусова «Как всегда старался сделать все. Не получился тулуп, но я довольна результатом». Медведева «Девочки, как состояние?» Валиева «Очень радостно, что закончились соревнования, что закончилась чемпионат России. Будем теперь ждать нового года, чтобы после него с новыми силами пойти на соревнования». Загитова «Аделия, как ты сделала два четверных ритбергера? Это ведь у тебя первый четверной, то есть первый чемпионат России». Петрасян «Было сначала волнительно, но кататься первой в разминке мне очень понравилось. Все сразу сделала. Два ритбергера получились на том, что я делал на тренировках. Очень благодарна тренерам за то, что поддерживали меня и переживали вместе со мной на тренировках». Загитова «Камила, а что ты сказала Майе после проката?» Валиева «Да вроде ничего не говорил». Туберидзе «Сказала, чтобы игрушки со льда побыстрее собрала». Валиева «Да я и не говорил ничего». Загитова «Чего теперь больше всего хочется?» Туберидзе «Больше всего хочется отдыха». Чем кругу возникла тема, что скачок в российскую сборную Дэвис и Смолкин могут совершить не в следующем олимпийском цикле, а уже в этом. Честно вам скажу, что еще в начале осени мы вообще не целились на участие в Олимпиаде. Просто старались выполнять свою работу максимально качественно. И ребята с первого старта начали прогрессировать. Разрешите усомниться в ваших словах. По-моему уже вся Россия в курсе того, что знаменитая мама Дианы ставила для дочери именно эту цель. И никогда не поверю, что тема игр в ваших совместных разговорах ни разу не возникала. Возникала. Просто в начале сезона сам я считал эту цель нереальной. Уже потом, когда помимо действительно серьезных результатов, пошли очень позитивные комментарии коллег и специалистов со всего мира, у меня появилась мысль, что это возможно. Я правильно понимаю, что если Дэвис и Смолкин отберутся на Олимпиаду, они станут в Пекине вашей единственной парой. Совершенно верно. Вы способны объективно оценить, в чем заключаются наиболее сильные стороны вашего дуэта. Наверное, да. Но знаете, я способен восхищаться и другими тоже. Нет такого, что мои спортсмены лучшие, а все остальные недостаточно хороши. Сейчас в танцах подобралось много хороших дуэтов, и я у каждого из них вижу позитивные и качественные стороны. Но вы же должны чисто профессионально размышлять при этом, за счет чего ваши спортсмены могут опередить тех, с кем соперничают. Безусловно. Более того, я это знаю. Прежде всего, это качество катания, легкость катания, легкость исполнения, интересность и свежесть композиции, общение между партнерами, их диалог на льду, свободное скольжение и движение тел. То есть целый букет компонентов. Мне показалось, несмотря на очень высокие баллы, что в ритм танца Диана и Глеб скользили в Санкт-Петербурге медленно и очень осторожно. Было ощущение, что люди борются с каким-то внутренним напряжением или усталостью, словно не совсем пришли в себя после длинной дороги. Что-то явно было такое, что им мешало откататься наотмашь. Первый стартовый номер обычно не очень помогает восприятию. Как и выступлению, атмосфера в зале не успевает дойти до того уровня, когда это начинает ощущаться в воздухе. Ты выходишь на лед, а в зале продолжается движение. Зрители заходят, ищут свои места, садятся переговариваются. Это сложная вещь, первый стартовый номер. Хочется воспользоваться энергией зала, а ее нет. То есть это энергия, о которой часто говорят фигуристы, реально существует. Конечно. Когда один спортсмен хорошо выступает, за ним другой. Это рождает и интерес и азарт, и создает то, что мы называем атмосферой соревнований. Атмосферой, внутри которой свершается что-то необычное и интересное. Чисто технический вопрос. На протяжении всего нынешнего сезона я слышу, что четвертый уровень в паттерне ритм танца – это какая-то запредельная по сложности вещь даже для мировых лидеров. Во всяком случае, в ходе серии Гран-при она не покорилась почти никому, включая Габриэлу Пападакис и Гиома Сизерона. Каким образом это удается Дэвис и Смолкину, не прилагая внешне никаких усилий. Как вы этого добиваетесь? Я не считаю, что четвертый уровень в паттерне – это какая-то запредельная вещь. Это просто очень серьезная работа. Это вопрос техники или в большей степени концентрации. Прежде всего техники. Умение очень грамотно исполнять каждый из элементов, будь то перетяжка, твизл или скрещение. Правильные позиции, правильное расположение рисунка на льду. Очень большое значение имеет хорошая база и правильное понимание сути фигурного катания – как ехать, как наклоняться, как ставить конек. Если спортсмен это понимает, он может приложить эту философию к исполнению любого танца, любого элемента. Просто рассказать все это в интервью непросто. Я пытаюсь понять, класс танцоров, если брать первую мировую десятку, на мой взгляд, приблизительно равен. Но у одних элемент получается, а для других становится непреодолимой преградой. Чем, условно говоря, пара, которая выигрывает отличается от пары, которая остается сзади. В чем эти мелочи? Их можно как-то объяснить, пощупать. Вы сейчас касаетесь очень сложного вопроса, а именно технической оценки выступления. Это то, что рядовой зритель действительно не видит. Допустим, спортсмен повернулся, проскоблил какой-то поворот, который на восприятие и впечатление от программы совершенно никак не повлиял. Но технические специалисты вполне могут этот поворот не засчитать, и спортсмен теряет баллы. Правильно это или неправильно это, трудно судить. Но правила у нас пока таковы. Другого ничего не придумали. Характер Тутберидзе в спортивном отношении, это один огромный плюс, или с тренерской точки зрения в нем есть сложности. И можно ли вообще говорить о том, что Диана Дэвису наследовала характер мамы? Этери поддерживает Диану на 100%. Если бы каждый спортсмен ощущал такую поддержку родителей, такое количество энергии и любви, это было бы огромным плюсом, причем для всех. Я не совсем об этом. У ребенка известных родителей зачастую глубоко-глубоко сидит мысль, что ему прощается больше, чем остальным. Что где-то можно схалтурить не подчиниться. Этого я в Диане вообще не вижу. Да и потом Этери почти все время находится в Москве, мы в Америке. Вы, кстати, не боялись, когда брали к себе пару, что тренер с таким авторитетом может начать вмешиваться в работу, причем значительно более агрессивно, нежели это делает большинство родителей. Тутберидзе не просто грамотный тренер, но и человек с большим тактом. По отношению ко мне, по крайней мере, это именно так. Но понимаете, в чем тут дело? Мне очень интересно мнение Этери. Она совсем не последний человек в нашем виде спорта, и каждый раз, когда приезжает, я очень стараюсь заманить ее на каток, чтобы она посмотрела на ребят, что называется от борта. Согласитесь, с моей стороны было бы просто глупо не использовать такого специалиста, когда он находится рядом. Но она большей частью смотрит тренировки с трибуны. И никогда ничего мне не навязывает.